Gears of War – серия шутеров от третьего лица, которая в далеком 2006 году ворвалась в игровую индустрию, вышибив дверь с ноги. Данная игра очень сильно прославила компанию Epic Games и сделала одного паренька Клиффа Близински одним из самых известных геймдизайнеров. Игра предлагала очень крутую и продуманную кавер-бейс систему, которая на то время еще не была так сильно распространена в игровой индустрии. Помимо этого, серия Gears of War всегда выделялась своей брутальностью, расчлененкой, жестокими добиваниями, ну и конечно же автоматом-лансером с подствольной бензопилой, который в каком-то роде даже стал символом серии. Но шли года, и компания Epic Games после выхода Gears of War 3 в 2011 году полностью забила на серию. Клиффи ушел в небытие, но спустя 6 лет серия вернулась. За разработку новых номерных частей стала отвечать новосозданная студия The Coalition под бессменным издательством Microsoft. Но новые части начали изучать более прохладно, сетуя на то, что серия никак не развивается, что серия попросту эксплуатирует одни и те же элементы. Разработчики, правда, постарались в Gears 5, последней на данный момент номерной части, отойти немного от приевшихся коридоров, введя в игру несколько просторных локаций с псевдо-открытым миром. Это нововведение для серии в целом восприняли положительно. И тут произошло неожиданное. На E3 2018 года компания Microsoft анонсировала новую игру во франшизе Gears. И неожиданностью для всех стало то, что это была тактическая пошаговая игра в стиле XCOM и схожими тактическими играми под названием Gears Tactics. Итак, что же представляет из себя Gears Tactics? Удалось ли разработчикам создать нечто новое во франшизе и при этом сохранить дух и брутализм? Ощущается ли игра как Gears of War или же это неумелая подделка? И самое главное, стоит ли покупать данную игру? Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать правду об игре. Вы на канале Damn View и мы начинаем обзор Gears Tactics. Разработкой игры на этот раз занималась студия Splash Damage, которая обычно выступает на подхвате, разрабатывая мультиплеерные режимы для других игр или делая ремастеры. Студия The Coalition выступала в роли консультанта и оказывала всяческую поддержку при разработке. Изначально игра вышла только на PC 28 апреля 2020 года, что конечно же немного расстроило фанатов серии, играющих на консолях. Но 10 ноября этого года игра наконец-то вышла на семейство консолей Xbox One с оптимизацией и системой Smart Delivery на новые Xbox Series S и X. Игра работает на движке Unreal Engine 4 и для своего жанра она выглядит просто великолепно. Да что тут скромничать, она выглядит немногим хуже, чем полноценная Gears of War 4. Уровень детализации персонажей и окружение почти как во многобюджетном AAA блокбастере. В катсценах так вообще игра не сильно уступает номерным частям. Эффекты, звуки, освещение, все выглядит и звучит отлично, а главное воспринимается как полноценная часть Gears of War. Сюжетно игра является приквелом к самой первой части Gears of War и рассказывает о событиях, произошедших до начала основного противостояния между людьми и лакустами. Несмотря на то, что игра это пошаговая тактика, компания воспринимается полноценным сюжетным боевиком. В игре нет менеджмента базы, как в том же XCOM. Между заданиями все, что вы можете делать в меню, это открывать собранные ящики, настраивать экипировку бойцов и их внешний вид, включая внешний вид оружия, ну и собственно отправляться на задания. Все сделано так, чтобы по минимуму отвлекать игрока от миссий с напряженными тактическими боями. Геймплейно в игре очень много элементов, схожих с серией XCOM, но при этом достаточно много различных отличий. Во-первых, у вас есть несколько сюжетно важных персонажей, которые появляются в катсценах и их смерть недопустима. То есть тут уже не как в XCOM, где все бойцы это просто сгенерированные болванчики, смерть которых разве что повлияет на то, что вы их прокачивали, а они взяли и померли. Безусловно, по минимуму сюжетно важных персонажей в Gears Tactics есть рандомные бойцы, которых можно рекрутировать и брать на задания. Но у вас поначалу всего 5 слотов, потому нанимать толпы левых персонажей у вас все равно не выйдет. По мере прохождения кампании количество свободных слотов для найма будет увеличиваться, но не сильно. Плюс один свободный слот в определенный момент. Во время заданий вы не увидите сетку из квадратов, появляющуюся при выборе места для передвижения бойца. У вас будет просто линия пути и точка назначения. У каждого бойца есть фиксированное количество очков действия, и эти очки тратятся абсолютно на все. Перезарядка, полечить другого бойца, добавить бойцу дополнительное очко действия, поднять раненого бойца, атаковать и так далее. Все будет отнимать очки действия. Потому нужно реально думать и просчитывать, на какие действия тратить очки в тот или иной момент. Бои происходят по классической пошаговой системе. Сперва есть ход игрока, в течение которого необходимо указывать, что делать бойцам, атаковать врага, переместиться в новое место, поднять ящик или предмет и так далее. После завершения хода игрока начинается ход врага, в течение которого вы наблюдаете последствия сделанного вами хода. Когда игрок выбирает атаковать врага, то тут же на другом появляется окно с процентами шанса попадания и множеством других показателей. Но в отличии от XCOM 2, где даже при высоком шансе ваш боец промахивался, в Gears Tactics если вы видите 90-100% шанс, то это означает, что ваш боец точно попадет в цель и возможно даже убьет ее. Если же шансы низкие, то тут конечно ваши бойцы могут промахиваться и фейлить, но обычно низкие шансы обуславливаются тем, что враг далеко или сидит за укрытием. У каждого вашего бойца есть набор различных скиллов, как активных, так и пассивных. Есть возможность подойти к врагу и распилить его бензопилой или подбежать и прокнуть его штык-ножом. Все как в больших номерных частях. Также у каждого бойца есть дерево скиллов для прокачки. Скиллы активируются за скиллпойнты, ну а те в свою очередь выдаются, когда происходит левелап вашего персонажа. Скиллы все ориентированы под класс бойца. В игре есть суппорт, скаут, снайпер, пулеметчик. У каждого класса свое главное оружие и свои наборы скиллов. Важное отличие версии для консолей от версии для PC заключается в том, что теперь в игре два режима кампании. Классическая и новый. В новом режиме к отряду из четырех бойцов добавили робота Джека из четвертой и пятой частей номерной серии. Робот является суппортером и может накладывать различные усиления, защиту или же лечить ваших бойцов. Также Джек может создавать различные дебафы и препятствия для врагов. Помимо робота Джека в новой кампании появились усиленные виды врагов Девианы. Это те же лакусты, но с красной подсветкой, которые накладывают различные усиления на лакустов, находящихся в определенном радиусе вокруг Девианской версии. Стоит отметить то, что иерархия классов бойцов лакустов по полной ощущается именно в тактическом жанре. Есть мелкие лакусты, которые по большей части выступают в роли пушечного мяса. Есть тикеры, цель которых просто подбежать к вам и взорваться. Дроны, гренадиры, снайперы представляют собой основную боевую силу лакустов. Как и в полноценных номерных частях, есть бумеры и другие руководящие представители лакустов, которые намного сильнее и могут кастовать бафы на своих бойцов. Для улучшения оружия и брони ваших бойцов, вам необходимо открывать лутбоксы, но в игре вообще нет доната или чего-то подобного. Боксы необходимо подбирать непосредственно на уровнях и получать их в качестве награды за выполнение основного и побочного задания в миссиях. Из данных ящиков выпадают либо моды для оружия, приклады, обоймы, прицелы, стволы и так далее, либо элементы брони. У всех выпадающих предметов есть рарность, от обычной до суприм, но и тут нет обмана и рандома. Если вы видите на карте фиолетовый или золотой ящик и подбираете его, то вам 100% выпадут предметы фиолетовой или золотой рарности. В плане разновидности и сложности заданий в игре также намного больше разнообразия, чем в XCOM. В заданиях по спасению захваченных людей у вас всегда в начале ограниченное количество ходов. Если вы не успеете спасти всех людей за отведенное количество ходов, они умрут и вы провалите задания. В заданиях на сбор ящиков с ресурсами вас постоянно будет заставлять двигаться вперед красная зона, которая появляется с одной стороны карты. С каждым вражеским ходом в данной зоне происходит бомбардировка. И если ваши бойцы оказались в этот момент в красной зоне, то это почти всегда означает критическое ранение. Красная зона продвигается вперед после каждого вражеского хода, так что в данных заданиях необходимо действовать очень четко и постоянно рассчитывать очки действия таким образом, чтобы была возможность вывести своих бойцов за пределы красной зоны. В заданиях по контролю вам необходимо удерживать точки с ресурсами. Их всегда две и при этом есть дополнительное условие удерживать одновременно обе точки минимум на протяжении двух или более последовательных ходов. С завершением каждого хода из ящика получается ресурс, но только в том случае, если в радиусе ящика нет врагов. Если враг находится в радиусе, ресурс вы не получаете. В заданиях по саботажу необходимо добраться до цели и уничтожить ее. Помимо основных сюжетных заданий, есть побочные миссии, но их немного и они всегда выдаются между основными. Интересность в том, что вам выдаются две или три побочных миссии, а для прохождения главы вы должны пройти одну или две. То есть вы должны выбирать, какие именно побочные задания вы хотите выполнять, потому что выполнить все не получится. Из мелочей и деталей, которые делают четкое понимание, что вы играете в Gears of War, а не во что-то другое, является возможность распиливать врагов бензопилой, что сопровождается кровищей и расчлененкой и, конечно же, сочное добивание критически раненых врагов. Причем, как и положено в серии, анимация добивания зависит от того, какое оружие в руках у бойца. Если граната, то боец будет душить врага ее цепью, если пистолет, то боец будет месить врага кулаками, если лансер, то распилит врага на куски и так далее. При этом добивание стоит делать не только ради мяса, каждое сделанное добивание добавляет очко действия другим бойцам в вашем отряде. Очень крутым моментом является то, что в игре есть боссы в конце каждого акта. Всего в сюжетной кампании 3 акта, 6 глав в первом и по 8 глав во втором и третьем актах. Боссы это очень напряженные и сложные пошаговые тактические бои. Брумак и Корпсер воспринимаются намного более круто, чем это было в основных номерных частях серии. Это теперь действительно огромные и мега смертельно опасные твари, которые способны потрепать ваши нервы и заставить вас по несколько раз перезапускать бой с ними с чекпоинта или вовсе с самого начала. Но победа над ними вызывает реальную радость и неподдельные эмоции. Gears Tactics это прекрасная игра во фрошизе Gears of War. Игра ощущается полноценной частью серии со всеми присущими ей элементами и механиками. Брутальность, кровище и мясо все на уровне. Если вам нравятся тактические пошаговые игры, которые требуют внимания и умения планировать действия, то однозначно покупайте. Вы получите массу эмоций и кайфа, пока будете проходить кампанию. Если же вы в принципе не любите игры такого жанра, то конечно же покупать игру вам не стоит. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Вскоре вас ждут обзоры Call of Duty Black Ops Cold War, Spider-Man Miles Morales, 13 и много всего нового. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно пишите в комментариях свои мысли по поводу игры. И непременно расскажите о каких еще играх стоит рассказывать на данном канале. С вами был Дэн Вью, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok